Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы события в студии Лариса Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Они владеют всей информацией по заболевшим пневмонией и коронавирусам Самарской области. Врачам, работающим в региональном координационном центре, помогают студенты. Нашли компромисс. Во дворе на улице Шверника построят новый детский сад. Более 100 тысяч жителей Самарской области получили помощь добровольцев. Куда могут обращаться одинокие пожилые люди, если нет возможности купить продукты и лекарства? Почти две сотни заразившихся каждый день. Статистика распространения новой коронавирусной инфекции в регионе пока на спад не идет. Правда, школьные каникулы немного улучшили ситуацию. Число заболевших из этой возрастной категории снизилось. А система здравоохранения региона готовится начать вакцинацию от COVID-19. Эти темы обсудили на заседании оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции. Подробности в нашем следующем сюжете. 65% заболевших коронавирусом на прошлой неделе работающие граждане. Об этом стало известно на очередном заседании штаба по противодействию распространения новой коронавирусной инфекции. Число случаев ОРВИ на прошлой неделе снизилось на 10%. Зато выросло количество заболевших вне больничной пневмонии. По заболеваемости респираторными инфекциями эпидпорог превышен на 30%. При этом в возрастной группе от 7 до 14 лет превышение эпидпорога не отмечалось. Медики связывают это с тем, что дети находились на каникулах. Как сообщил министр здравоохранения Самарской области Армен Бинян, более 5600 пациентов сейчас проходит лечение в стационарах. Более 16 тысяч лечатся амбулаторно. На сегодняшний день развернуто 6163 койки. На подходе еще 200 койко-мест в клиниках медуниверситета. В резерве второй и третьей очереди еще 700 коек. Прошу согласования работы в учреждении и двухдневной готовности для обведения коек при возрастании количества пациентов. Давайте дадим право специалистам отрасли принимать эти решения оперативно, без фиксации сейчас, что вот эти койки разворачивают. Мы готовы, и это главное. А непосредственное разворачивание коек, конечно, должно учитывать и необходимость проведения и экстренных, и плановых операций в том числе. С сегодняшнего дня первых пациентов принял санаторий «Сергиевские минеральные воды». Всего там создано 175 мест. Он начал работать по модели санатория «Можайский». Туда направляют на долечивание пациентов, идущих на поправку с отрицательным тестом на COVID-19. Всего в санаториях региона планируется создать 759 мест. По поручению главы региона развернутый волонтерский штаб. Активисты помогают пожилым людям, находящимся на самоизоляции, в доставке продуктов питания. Пока обращений к волонтерам немного, Дмитрий Азаров порекомендовал действовать на опережение. Давайте мы инициативно отработаем. У вас есть базы данных по весенним нашим ограничительным мероприятиям. Наверняка есть люди в этих базах данных, которые обращались неоднократно. И волонтеры, и наши из холл-центра об этом знают. Мы вот два дня взяли на полную отработку всех механизмов. Сейчас мы полностью готовы. Поэтому я думаю, что у нас после того, как мы сегодня начнем информационную кампанию, обращение буквы по этому... А что касается постоянных, скажем так, обращающихся, то они у нас вот, в общем-то, вот эти люди, о которых я говорю немногочисленные, это, как правило, одни и те же лица, которых мы практически уже ведем на постоянной основе, поэтому мы их все знаем и с ними работу и не приостанавливали, даже вот когда у нас было затишье. По поручению главы региона, с 5 ноября началось обеспечение бесплатными лекарствами пациентов с коронавирусом. Продолжается закупка препаратов. На эти цели выделено 119 миллионов федеральных средств и 60 миллионов региональных. Кроме того, система здравоохранения региона готовится начать вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Подготовлены списки людей из групп риска, подлежащих вакцинации в первую очередь. Поставка планируется 30 ноября. Виктория Шарая, События. Они владеют всей информацией по заболевшим пневмонией и коронавирусам в Самарской области. Ежедневно принимают более 2,5 тысяч звонков от тех, кто нуждается в медицинской помощи. Врачам, работающим в региональном координационном центре амбулаторной медпомощи, помогают студенты. Как организована работа, увидела наша съемочная группа. Учащиеся 4-го курса медицинского колледжа Ляпиной Кристина Яньшина в региональном координационном центре амбулаторной медпомощи работает почти с открытия. В будущем девушка мечтает стать фельдшером, а пока помогает тем, кто почувствовал недомогание и не знает, куда обратиться. Кристина говорит, за день успевает принять около 100 вызовов. В колл-центр обращаются не только те, кто заболел пневмонией и коронавирусом. Задача сотрудников центра – помочь всем. А студентов – распределить пациентов по врачам в зависимости от заболевания. Мы, студенты, помогаем нашим коллегам, опытным врачам разгрузить их общий рабочий день, чтобы к ним поступали уже определенные вызовы от пациентов, чтобы они знали, куда они пойдут, что они будут лечить, какие есть острые вызовы, срочные вызовы, куда можно сразу же отправить неотложную помощь. То есть у нас кардиационный центр, где можем помочь, в принципе, как с ковидом, как с температурой. Рука об руку с опытными врачами в колл-центре трудятся студенты медицинского колледжа и медуниверситета. Все они прошли обучение и обладают навыками маршрутизации, то есть передачи пациентов врачам на те адреса, по которым они проживают, вне зависимости от прикрепления к лечебным учреждениям. Многие пациенты просят вызвать для них доктора или проконсультировать, особенно в тех случаях, когда узнали, что у них положительный тест на ковид. После того, как вызовы принимаются, на следующий день специалисты колл-центра обзванивают наших пациентов для уточнения действительно контроля, был доктор на дому, получена помощь или нет. То есть обзваниваются ли пациенты, тоже контролируется их состояние здоровья или нет. За день в колл-центр поступают от 2,5 до 3 тысяч звонков. Позвонить туда можно по телефону, указанному на экране. Специалисты работают с 8 утра и до 8 часов вечера, ежедневно без выходных. Виктория Шарая, события. Самарские школьники 6-11 классов перешли на дистанционное обучение до 15 ноября. Такое решение одобрено областным родительским комитетом. Эта мера должна сдержать рост заболеваемости детей. Сложно ли школьникам даются виртуальные уроки, узнала наша съемочная группа. У учеников 6-го класса урок английского языка. С начала недели дети перешли на онлайн-обучение. Ребята признаются, такая форма уроков для них по-прежнему непривычна. Конечно, обучение вживую мне нравится больше, но удобнее, продуктивнее. Но в сложившейся ситуации дистанционное обучение является вынужденной мерой для нас. Но даже педагоги стараются для нас сделать этот процесс удобнее. Педагоги свою работу перестроили оперативно. Помог предыдущий весенний опыт онлайн-уроков. Наши учащиеся исправно готовятся к занятиям. И опять же весна показала плюсы-минусы. И мы уже научились. У нас есть очень хорошие платформы, которые нам помогают в работе. Мы всех их зарегистрировали в лицейской системе дистанционного обучения. И все общение происходит только в ней. Если у детей что-то не получается, они обращаются на прямую ученическую поддержку, и мы им помогаем. В соответствии с постановлением губернатора Дмитрия Азарова, дистанционное обучение для 6-11 классов организовано до 15 ноября. Ученики с 1 по 5 класс продолжают учиться в школе. Такое решение принято с учетом мнения родительской общественности, которая весной отмечала, что детям в начальных классах очень трудно самоорганизоваться. Что касается студентов, перевести их на дистанционное обучение может руководство ВУЗа. Оно вправе закрыть на карантин группу в случае ухудшения эпидемиологической обстановки при превышении 20-ти процентного порога заболеваемости ОРВИ в группе. Или по предписанию Роспотребнадзора. По вопросам организации обучения с применением дистанционных технологий родители могут обратиться в Министерство образования и науки Самарской области по телефону 333-5001. Лариса Шалафаст, Максим Гусев, События. В строящейся школе на пятой просеке приступили к внутренней отделке. Объект, который возводит по нацпроекту «Демография», должен быть готов уже к концу этого года. Все ли идет по графику, выяснил Андрей Горгуленко. Это плитка на пол. Она разных цветов. Это пока в актовом зале школы на пятой просеке слышно только эхо монтажных работ. А из декораций – отшпаклеванные стены, коробки с плиткой и строительные леса. Совсем скоро здесь внутренние отделочные работы выйдут на финальную стадию. И зал для концертов и выступлений заиграет новыми красками. Как и все другие помещения – столовая, спортзал и учебные кабинеты. Строители кладут плитку, красят стены, протягивают инженерные коммуникации и монтируют навесной потолок. Работы ведут на всех этажах будущей школы. Завершается работа по укладке напольной плитки, завершается работа по возведению системы подвесного потолка. И внутренние инженерные коммуникации – это слаботочные системы, пожарная сигнализация, интернет и так далее. Активную работу ведут и снаружи. Почти закончена облицовка фасада, завершается благоустройство прилегающей территории. Спортивные и игровые объекты уже установлены. Осталось поставить забор. Всего на объекте трудится около 200 строителей. Это достаточное количество, чтобы вести все работы строго по графику. В этом убедилась и глава Самары Елена Лапушкина, которая проверила текущее состояние стройплощадки. Ситуация рабочая. Достаточно много людей на объекте трудится. Очень большой объем был выполнен за тот период, что мы с последнего приезда. Графика работ полностью соблюдается. Благоустройство практически уже все закончено. Школу на 600 мест на пятой просеке возводят в рамках нацпроекта «Демография». Срок окончания строительных работ – 31 декабря этого года. Андрей Горгуленко, Константин Головин, Василий Калдашов. События. В Самаре появится новый детский сад на улице Шверника. Дошкольное образовательное учреждение на 132 места возведут по нацпроекту «Демография». Изначально жители двора, в котором планируется строительство, сомневались. Но в результате нескольких встреч и переговоров с городскими властями удалось договориться. К чему пришли стороны, расскажет Мария Левина. И новому детскому саду быть и о территории двора позаботятся. К такому компромиссу пришли городские власти и жители дома по улице Шверника, 14. Именно в их дворе планируют построить дошкольное учреждение на 132 места по национальному проекту «Демография». Сначала жильцы переживали, что детский сад займет всю свободную территорию, включая игровую площадку для малышей. Но жители успокоили. Благодаря благоустройству двор станет только лучше. Сегодня жители воочию на схеме убедились в этом. Пространство для жизни в этом дворе будет обеспечено комфортно. Светлана Зотова живет в доме на Шверника с конца 80-х. Говорит, что сейчас пространство никак не благоустроено. Большую часть занимает парковка. Женщина за то, чтобы во дворе появился новый детский сад и благоустроенная территория вокруг. Если это будет все организовано, красиво сделано, почему бы нет? Я считаю, что нужен. Потому что есть жители, которым, естественно, он не нужен. Потому что дети у них выросли, очень много пенсионеров. Но также у нас много молодых семей, у которых есть маленькие дети, есть беременные женщины, которым этот садик нужен. В городском департаменте образования отмечают, что новый детсад поможет существенно разгрузить очередь детей в дошкольные учреждения. Нам очень жизненно необходимо строительство данного детского сада. Мы просто выходим тоже с инициативой, родители обращаются, и мы ждем этот детский сад, когда, наконец, он будет построен. И дети не только ясельного возраста, но и всех возрастов смогут посетить новые, хорошие, современные здания. Владимир Павловский – отец двоих детей, младше и дошкольного возраста. Семья живет через дорогу от планируемого нового детского сада. Сейчас Владимир вынужден водить ребенка в частный садик, который ближе к дому. Но это ощутимо бьет по карману. Я проживаю в этом районе, я, конечно, столкнусь, как и многие наши жители, с тем, что детских мест в дошкольных учреждениях реально не хватает. Я категорически за то, чтобы детский сад был. Жители рассказали, что хотели бы видеть в своем дворе также организованные парковочные места, спортивное круглогодичное мини-поле, лавочки, урны, дополнительные тротуары. Все предложения собраны, на этой неделе будут запротоколированы и закреплены подписями членов инициативной группы жителей. Новый детский сад, наш верника, появится уже к концу лета следующего года. Мария Левина, Максим Гусев, События. В Самаре распределили 710 мест в детские сады. Почти половина из них в ясельных группах. В этом году, благодаря нацпроекту «Демография», в муниципальных дошкольных учреждениях появляются дополнительные места для самых маленьких самарцев. Мария Левина продолжит тему. Наталья Лукашева два года назад стала мамой. Рассказывает, что ее привычная жизнь кардинально изменилась. Учитель физики, которая ежедневно общалась с сотнями человек, оказалась наедине с малышом, дома. До распределения в детский сад ребенку остался еще год. Сама Наталья следит за процедурой распределения мест в дошкольные образовательные учреждения, поскольку вошла в общественную комиссию в городском департаменте образования. Мы попросили поучаствовать общественным наблюдателям, посмотреть, как работает программа. Все предельно понятно. Запускается компьютерная программа. И сама программа, в которую заносятся все заявления у детей, она распределяет места. То есть человеческого фактора здесь никакого нет. Распределение в дошкольные образовательные учреждения проводят каждый месяц. Сегодня в детские сады определили 710 малышей. Больше 300 пойдут в ясли. В течение следующих 10 дней заведующие учреждения будут созваниваться с родителями и зачислять детей. Заявления на распределение родители подают через госуслуги. При подаче документов можно выбрать 5 детских садов. В автоматическом режиме машина рассматривает, где свободные места есть, в какой возрастной категории и какой родитель на какую категорию заявился. И в зависимости от того, когда ваш малыш родился, какая возрастная категория указана в вакантных местах, машина распределяет этого малыша. Всегда распределение начинается с приоритетного первого детского сада. Если родители решают отложить поход малыша в детский сад, то вакантное место переносится на следующее распределение. До конца года, благодаря нацпроекту «Демография», в Самаре должны появиться почти полторы тысячи дополнительных ясельных мест. Пятую часть из них распределили уже сегодня. Мария Левина, Николай Епифанов. События. На аэродроме Смышляевка запустили ракету дальнего следования. Правда, ни одной планеты Солнечной системы она не достигла. Ракету спроектировали студенты Самарского университета. Запуск прошел на практическом занятии с воспитанниками регионального центра одаренных детей. Вместе с участниками встречи за полетом ракеты наблюдала Ольга Павлова. Ты сейчас рукой собираешься помогать себе? Нет. Ее снять не можешь? Нет. Ты можешь ее сейчас снять и установить. Последнее приготовление перед первым запуском на большие расстояния. Над макетом своей ракеты будущий инженер-конструктор, студент Самарского университета Никита Воронов, трудился четыре дня. В ход пошло все, что оказалось под рукой, за исключением отдельных деталей. Мы использовали фанеру, бумагу многослойную склеивали сами, пенопласт использовали, пакеты какие-нибудь из магазина для того же парашюта. Ну и по-разному, может, какие грузы для ракеты, чтобы она стабильна была. На более трудоемкий проект, представленный сегодня для контрольного запуска, обычно уходит больше года. Макет твердотопливной ракеты в точности повторяет дизайн известной ракеты «Союз». Невероятно, но факт. Аппарат обладает исключительной дальностью полетов, уходя ввысь на 200, а то и 700 метров. Пропустить столь зрелищное событие не могли воспитанники регионального центра одаренных детей. Очередная смена по теме ракетостроения завершилась практическим занятием по запуску ракеты на дальние расстояния. Тех, кого в полет берут, космонавтами зовут. Полететь может не каждый самый смелый и отважный. А ракеты выше дома улетают с космодрома. Жители других планет... Передать Земле привет! Будущие космонавты, инженеры-конструкторы, проектировщики больших и малых космических кораблей. Одаренные дети региона также представили на суд экспертов свои первые работы. Более 20 человек трудились над ними несколько дней. Студенты Самарского университета с радостью помогают и передают свой ценный опыт подрастающему поколению. Собранные детьми аппараты тоже испытают на площадке аэродрома. Если успешный будет запуск ракеты и действительно дети правильно собрали конструкцию, у детей будут памятные сертификаты, которые говорят о том, что дети усвоили образовательную программу и они могут поучаствовать в других сменах нашего регионального центра. Смены в региональном центре одаренных детей меняются каждые две недели. В рамках нацпроекта образования ребята проходят обучение по направлениям наук, искусство, спорт. Параллельно на уровне Олимпиады изучают химию и IT-технологии. С будущими профессиями, несмотря на юный возраст, многие из них уже определились в числе самых востребованных специальности, связанные с космической индустрией и ракетостроением. Ольга Павлова, Константин Головин. События. В самарских трамваях стало теплее. Завершаются работы по запуску отопительных систем. Часть подвижного состава уже отапливается. В депо муниципального предприятия ТТУ специалисты трудятся круглосуточно. Как идет работа, увидела наша съемочная группа. Включаю вагон, заработал мотор-генератор. Вот здесь у меня порт, я включаю отопление. Отопление у нас двухпозиционное. Теперь трамвай может выходить на линию в зимних условиях. Подключение отопления в городском транспорте – сложный технологический процесс, который требует дополнительного техосмотра и регулировки системы. Главная задача, чтобы зимой водитель, кондуктор и пассажиры ездили в комфортных условиях. При пуске и при торможении греются вот эти сопротивления. Горячий воздух подается в салон дополнительно к тем тентам, которые находятся в салоне. Погода в салоне электротранспорта настраивается не за один день. Сейчас работы по подключению системы отопления в трамваях и троллейбусах вышли на финишную прямую. В ближайшие дни в Самаре ожидается похолодание. К этому времени подвижной состав станет теплее. Нужно поставить дополнительные высоковольтные предохранители, подключить их к контакторной раме, сделать определенные дополнительные настройки, проложить высоковольтные провода. Поэтому длительный процесс, который проходит на техническом обслуживании, специально это специалисты подключают, не водители. Поэтому занимает какое-то определенное время. Но я думаю, что с учетом круглосуточной такой работы, что мы до понедельника подключим весь подвижной состав. В Самаре ежедневно в рейс выходят больше тысячи единиц общественного транспорта. Зимой все они должны переходить в режим обогрева. Это требует в том числе и дополнительных затрат. На отопление уходит столько же электричества или бензина, что и для работы ходовой части. В салонах включаются не только обогревающие радиаторы, но и конвекционные ТЭНы, чтобы на стеклах не образовывался конденсат. Трава – это мой самый любимый транспорт из всех. Пользуюсь им почти всегда. Зимой здесь всегда тепло, чувствуется уют. Считай, как дома. Вот так вот. А сейчас уже чувствуется, кажется, что там весь уже пошел? Да, чувствуется тепло. На улице холодно, а тут прямо тепло. Согласно Санпинам, утвержденным еще в советское время, разница температур в салоне и за окном должна быть не менее 20 градусов. То есть, если на улице минус 30, в салоне было допустимо минус 10. Сейчас такого практически уже нет нигде. В транспорте тепло почти как дома. В следующем году в Самару должны поступить 22 новых троллейбуса. Они будут оснащены по самым передовым климатическим стандартам на любое время года. В новых троллейбусах предусмотрено оснащение современной системой отопления и вентиляции. В том числе там есть отдельный кондиционер для кабины водителя и также система кондиционирования для салона, для пассажиров. Вот когда эти троллейбусы придут к нам, это будет первый в истории Самары подвижной состав, который оснащен кондиционером. Закупка троллейбусов предусматривается в рамках мероприятий по обновлению подвижного состава по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». К работе в зимних условиях подготовлен и автопарк. В автобусах провели ревизию отопительных систем, заменили изношенные и неисправные элементы, привели в порядок уплотнители дверей, форточки, люки. Олег Зверев, Константин Головин. События. Более 100 тысяч одиноких самарцев старше 65 лет получают помощь от добровольцев акции «Мы вместе» в период пандемии и коронавируса. Всероссийский проект позволяет людям старшего поколения воспользоваться бесплатной доставкой продуктов и лекарств. Как справляются с запросами самарцев в областном штабе акции, узнала Гульфия Сафина. Добрый день, меня зовут Анна. Чем я могу вам помочь? Самый эффективный способ избежать заражения – оставаться дома. А для граждан старше 65 лет в регионе с 3 ноября действует режим обязательной самоизоляции. Если дома закончились продукты и лекарства, а родственников в городе нет, на помощь приходят волонтеры акции «Мы вместе». Все, что нужно – позвонить на телефон горячей линии и продиктовать список необходимых товаров. Ржаной. Одна упаковка. Так. Консервы. Да, поняла. Акция взаимопомощи «Мы вместе» в регионе действует с первых дней пандемии. В Самарском регионе акция «Мы вместе» не прекращала работать ни на один день, ни в одном нашем муниципальном образовании. Мне кажется, это важная помощь, потому что большинство пенсионеров, вот наша помощь оказана акцией на пожилым, одиноким людям 65 плюс. Это люди, у которых нет родственников, нет социальных работников, возможно, да. И они больше всего нуждаются в помощи. В акцию вовлечены порядка 3,5 тысяч добровольцев со всей области и разных волонтерских организаций. В каждом из 37 муниципальных образований работают собственные отделения движения «Мы вместе». Туда из регионального штаба направляются заказы жителей. Запросов много, но ни очередей, ни задержек нет. Надежда Осетрова обращается за помощью волонтеров «Мы вместе» с марта. Признается, пока ситуация с заболеваемостью остается острой, и это для нее настоящее спасение. Ой, ну это было давно уже, я начала звонить еще с весны там. Веда какая-то. И если что-то еще, позвоним закажем. Это может быть лекарство, может быть по хозяйству что-то. Большое спасибо, что есть такие организации, которые помогают пожилым, особенно людям. Каждый звонок, поступивший в колл-центр регионального штаба, отслеживается координаторами акции. Насколько волонтер справился с запросом? Соблюдал ли противоковидные меры? Разумеется, первое – это маски и перчатки при передаче и соблюдение дистанции. Продукты передаются дистанционно. Мы оставляем пакеты и стараемся не контактировать с теми, кому требуется помощь. Ну, как говорится, кто, если не мы, поможет. Волонтеры для этого и волонтеры, чтобы помогать другими людьми. Обратиться за помощью волонтеров акции «Мы вместе» может каждый житель 65 лет и старше. Благополучатель должен подтвердить, что в населенном пункте у него нет родственников, а социальный работник за ним не закреплен. Позвонить можно по телефону горячей линии, указанному на экране. Гульфия Сафина, Сергей Баскин. События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Отличного настроения и хороших выходных. До встречи! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова